всем привет меня зовут наташа и вы снова меня на канале я очень рада вас видеть обязательно подписывайтесь а мы поехали сегодня я хочу рассказать даже наверное где-то сравнить два так сказать титана среди рассыпчатых пудр это hourglass will translucent powder и by 3 hyaluronic hydra powder да то есть они идут по одинаковой цене полноразмерные оба обе пудры можно купить как в мини формате так и в полном формате что очень удобно для тех кто путешествует взять собой а также просто познакомить продуктам потому что продукция сам по себе дорогой и поэтому всегда хорошо потестить сперва прежде чем вкладываться в такой дорогой продукт вот так вот выглядит коробочкой от них это выглядит больше это выглядит меньше по граммов ки они идут по-моему они дойдут одинаково hourglass 10 и 5 грамм а байтери 10 грамм ну то есть там буквально разница минимальная конечно в упаковке hourglass выигрывает то есть выглядит действительно дорого красиво да то есть у вас действительно есть такое вот ощущение что вы пользуетесь действительно дорогим продуктом да тут это как буква h hourglass мне очень нравится также то что ну сейчас я буквально я пользуюсь поэтому есть какие-то остатки но обычно она всегда пустая и если мне нужно какое-то количество пудр я просто постукиваю вот так вот и вот появляется больше продукта и это дико удобно чисто в отличие от байтери то есть как бы пудр за 42 фунт в принципе могла бы выглядеть и полухарни я бы сказала на мой взгляд на мой персонально может быть кому-то нравится больше такой дизайн то есть я говорю о своем мнении то есть на мой взгляд выглядит простовато плюс когда открывается да то есть нету никаких не заглушечек ничего то есть все вот это вот вот так вот и выглядит то как-то так неопрятно я бы сказала то есть если бы здесь хотя бы какая-то пуховочка лежала бы да . бы у меня шло без пуховки ничего то есть тогда бы еще ладно . пуховка бы закрывала эти дырочки и продукт не вываливался так если берете куда-то с собой то это будет везде летать это пудра далее так пробежимся по теории по теории у нас идет hourglass да ну тут пишется про мини формат подойдет тем кто только ознакомиться с данной продукции или часто путешествует пудра прекрасно матирует делать ее гладкой ровной и свежей я соглашусь полностью вот эту часть у меня сегодня припудрена hourglass имеет очень мелкий помол но я бы сказал так что обе пудры имеют достаточно мелкий помол тут как бы победителей нет прекрасно набирается на кисть убирает неглубокие морщинки но убирает неглубокие морщинки именно за счет того что она как бы немножко разглаживает что одной пудры что другой имеет такой разглаживающий и блюрящий эффект надо заметить что у байтери блюрящий эффект более ярко выраженный то есть такое ощущение буду вынесли какую-то как затирку для пор я думаю что даже ну я не знаю наверное да наверное все таки видно что все таки эта часть более заблюрен потому что пор метки достаточно большие ярко выражены то есть мне кажется что то видно что чуть чуть больше заблюрена так расширенные поры убирает и красноту замечательно фиксирует тональное средство что позволяет макияжу длиться дольше пудра не проваливается в поры и морщинки ложится ровным слоем без утяжеления да это так дальше что у нас идет байтери практически то же самое но так как пудра заявлено что содержит гиалуроновую кислоту да то есть она содержит взбитые микросферы с гиалуроновой кислотой которые заполняют поры и несовершенства видимо они видимо и дают такой вот заблёренный эффект чтобы разгладить кожу пудра также скрывает пятна и размывает мелкие морщины делает лицо более гладким и молодым лёгкая пудра без усилий наносится на кожу и создаёт прозрачное матовое покрытие которое закрепляет макияж и нормализует состояние кожи устраняя блеск и не пересушивая не пересушивая это ложь причем вот мой личный опыт говорит о том что она очень сушит так можно использовать отдельно или поверх тональной основы ну это в принципе скажем так не новость сейчас вот я смотрю как бы у меня консилер подзабился немножко в мелкие морщинки но как бы все выглядит примерно одинаково на мой взгляд значит вердикт по Hourglass Вилл Translucent Powder я её очень люблю мне очень нравится эффект то есть она матирует кожу но она всё равно создаёт такой немножко такой как сияющий эффект ну то есть не совсем сияющий как хайлайтер а такой красивой холёной кожи да то есть от живой кожи да то есть не заматированной а такой живой кожи то есть как бы и невозможно даже сказать что у вас нанесена пудра там неважно даже сколько вы нанесёте то есть с ней невозможно перебахать пудру у вас лицо не будет пушистым персиком на мой взгляд конечно же упаковка упаковка это просто я её просто обожаю буду ли я брать ещё да определённо когда она у меня закончится хотя если честно я пользую её достаточно часто но продукта достаточно много и я думаю что у меня ещё она будет и длиться и длиться но опять же повторюсь да я куплю её ещё ауэркласс байтери да он делает свою работу он выполняет свои обещания и это здорово за такие деньги как бы в принципе было бы не здорово если он не выполнял свои обещания но то насколько он почему-то стягивает мне лицо вот сейчас я сижу и я почувствую что вот эта половина да где он у меня нанесён я чувствую немножко дискомфорт хотя кожа у меня жирная я не знаю может быть за счёт то что она у меня жирная и как-то там какие-то там процессы происходят с этой гиалуроновой кислотой и за счёт этого но это некомфортно мне не сильно приятно я стараюсь как бы если я её пользуюсь наносить очень-очень-очень-очень тонким слоем чтобы ну буквально не испытывать этого дискомфорта потому что это всё-таки ну как-то не очень приятно когда у вас такое вот как будто как маска на лице такая и первый раз это конечно была очень большая ошибка я попыталась сделать бейкинг здесь о боги никогда не сделайте так с этой пудрой у меня такое ощущение будто вот и даже по виду было вот как будто всё так стянулось да даже вот было видно и визуально как вот эти морщинки все так подобрались такие-то как стали такие кожа стала жёваной такой да и ощущение такое как будто кто-то стянул кожу заживнул вот так вот это было ужасно я сразу же постаралась это убрать потому что даже это физически ощущалось неприятно поэтому я так подумала увлажняющая пудра я так не думаю я не знаю может быть что-то там она внутри и делает но чисто по физическим ощущениям это жесткач на мой взгляд упаковка конечно за такие деньги могла бы быть и полухарни как я уже и говорила потому что ну как бы я извиняюсь это не алё и ещё что мне не нравится в этой пудре то что когда вы её наносите я не знаю если это будет видно на камеру или нет то есть да набираете пудру она летит всюду и везде и то есть когда вы начинаете вот это вот наносить она летает везде она забивается в нос вы её дышите даже сейчас вот я смотрю наношу да и я её вижу она везде везде просто по ощущениям кожа чувствуется конечно такой очень гладкой и шелковистой ну и вот я не знаю ну скажем так мой конечный вердикт я бы сказала что куплю ли я её ещё нет определённо нет не потому что она там какая-то плохая просто во-первых есть лучше практически все бренды выпускают рассыпчатые пудры у меня была когда-то вот эта вот уже знаменитая уже знаменитая всем пудра в принципе она была неплохая но сказать чтобы какой-то бурного восторга она во мне не вызвала чтоб там бежать за ней покупать допользовала и допользовала то есть у меня потом появились какие-то другие продукты я уже забросила ей пользоваться если честно я даже не помню когда я от неё избавился вот но в принципе она была неплохая более дешёвый аналог я бы революшн в такой банке которая в принципе выглядит неплохо стоит недорого работает отлично но вот такая вот она грязнуля по-моему она шла с каким-то таким поролончиком но он такой вот и страшненький такой я его где-то потеряла я помню когда я поехала в Ригу так он выглядит очень-очень шёлковое такое ощущение я помню когда я поехала в Ригу в отпуск я взяла эту пудру и я взяла её в оригинальной коробочке такая прозрачная пластиковая коробочка положила в косметичку вместе с другими продуктами и естественно положила всё это в чемодан когда я прилетела стала раскрывать чемодан доставать эту косметику и когда я достала эту коробочку она была вся в пудре просто вся вся моя косметика была в пудре короче всё было в пудре это было конечно невозможно потом пришлось всё это перетирать каждый тюбик отдельно вытирается очень грязно но как сам продукт да то есть в каком у меня оттенке кстати light pink у них есть ещё прозрачная пудра но если честно оттенка она сильно много не даёт и вот очень она такая нежненькая такая тоже так немножко можно заполировать я считаю что как бюджетный аналог той же лоры мерсье он имеет место быть конечно как чувствуется ощущается кожа мне нравится от этих двух пудр потому что она как-то действительно как-то разглаживает и эффект мотирования сохраняется дольше что немаловажно поэтому конечно свое сердце я отдала Hourglass но в принципе в принципе они оба хороши на этом сегодня все я надеюсь что я вам была полезна и помогла может сделать выбор потому что когда я выбирала какую пудру приобрести я тоже смотрела много видео где сравнивались как сказать мнение именно девчика жирная кожа как у меня но как-то было очень сложно и потом получилось что пришла черная пятница вот на лук фантастики там вообще постоянные скидки всегда поэтому практически всегда на Hourglass редко скажем так но тем не менее я увидела я купила эту пудру со скидкой то есть она была у меня первая а потом уже пришла черная пятница скидки и я уже думала что я буду глупой девочкой если я себе ее не приобрету именно даже как бы потому что я хотела попробовать хотела знать и теперь я знаю вот поэтому да я надеюсь что я была полезна что это поможет вам сделать выбор и определиться а я очень была рада снова с вами поболтать на этом все пока пока целую и вот я